Здравствуйте, земляне! Я Александр Док. Сижу вот на шезлонге, снял два ролика. Левую половину сада, правую. Сейчас иду на среднюю часть сада. Левая, правая заканчивается, потом там уже такая середина за прудом. Пройду, наверное, по центральной дорожке. Это будет третий ролик. Пошли. Вот я иду. Марсик, пойдем со мной. Марсюха, Марсюха, Марсик, ну кто со мной пойдет? Ладно, я иду один. Марсик вон там вдалеке. Мирочка уже здесь. А вот это вот центральная часть сада. Здесь и огородик, и садик. Вот видите, такая вот как бы, ну, аллейка. А вход, видите, вот я посадил две туечки пирамидальных. Вот те первые я посадил, потом вторые. И вон, видите, третьи. Это как бы ворота. Вход в среднюю часть. Поняли, для чего эти туечки? Вот я еще раз отойду и покажу. Это вход. Там тоже вход. И там вход. Три входа. Все, вошли в центральную часть. И здесь начинается у нас огород. Вот он, клубничка, видите, цветет. А это посажено. Вот здесь все подписано. Что у нас там? Горох. Что у нас там? Фасоль. Ну, посадили недавно. Вот завтра обещает дождик. Полью. Вот сегодня уже не буду поливать. Там картошки немножко. Это один участок огорода. И там еще дальше туда второй. Вот здесь у нас посажены, видите, чтобы не просто там были помидоры, огурцы, но и немножко, чтобы радовало глаз. Вот мы посадили усисторы. Здесь вот пионы. Ой, пионы, когда разрастаются, они алые, красные. Горят все. Дорожка. Вот она, дорожка, видите. Дорожка ведет к малиннику и к беседке. Мимо усисторов, мимо пионов. А пионы, смотрите, уже какие, вон. Скоро уже им пора распускаться. Иду я вот в беседку. Беседка. Здесь лавочка. Для чего эта беседка? Объясню. Когда идет сбор урожая, там, или уход за малиной, там, за садиком, Ну, понятно, что тяжело на ногах стоять. Обрабатывать, например, там, ну, бурьян полоть. Он же попрет потом бурьянчик. Вот. Или включить поливалки, например, и ждать, когда польется. Вот я сейчас поливалочку включу и покажу, как она работает. Давайте. Ну? Ага, Серега. Нет, пошло. Духа, закрыл. Видите? Все три поливалки заработали. Ну, все три не тянут. Надо просто одну закрыть, и тогда будет напор получше. Ну, я пока просто показать. Не буду поливать, потому что дождик обещается. А поливное все здесь. Малина тоже поливается. А это кустарники. Это здесь у нас ягоды. Крыжовник, смородина. А вот, смотрите. А вот ландыши. Вот, видите. Вот они начинают. Гляньте. Ландыши. Вот. Еще только-только. Только. Вот, видите. Вот почему я хожу каждый день весной. Потому что все меняется. Вчера что-то было, сегодня уже нету. А уже другое. Вот здесь столик. Лавочка. Пришел, поработал, сел. Ну, пока, например, там поливается огородик. Я смотрю, слежу за поливалками. Стол для чего? Чтобы поставить там, например, контейнеры с урожаем. А это у нас поливная система. Вот она. На каждый ряд. Вот малина, ежевика. Вот там малина. Это все поливное. Кроме кустов. Кусты не поливаются. И вот голубенька еще не поливается. И вот я прямо попадаю в магнолии. Вот она магнолия. Она, смотрите, желтая. По паспорту желтая. По факту белая. Ну, когда она начинает цвести, она, конечно, желтая. А так, реально, как ее назвать, даже не знаю. Ну, все-таки она, вот видите, белая. Ну, желто-белая, так скажем. И вот еще моя гордость одна, это багряник. Смотрите, вот сегодня солнышко. Сегодня багряник, вот он. Я его могу показать. Потому что в паспорные дни его не было видно. Сейчас я найду где солнышко. Видите? Вот он. Огрянечек. Он у нас пересаженный. Пересаженный с другого места. Там, где сейчас растет миндаль. И поэтому он, видите, перебаливает. Ветки он обрезали. Он такой... Второй год он приходит в себя. А этот вот засох. Не выдержал. Хотя и поливали его весь год. Но что-то с ним произошло. Вот я. Значит, что? Это центральная часть сада. Но давайте я ее тоже разделю. Наверное, сделаем разделительную черту. Потому что если я пойду показывать ту половину, то ролик получится слишком длинным. А я его поделю, знаете где? Вот граница у нас, где начинаются деревья. И кустарники. Ну вот, малина. Это вот будет граница. Это первая половина центральной части. Вот она голубичка. Видите? Кустики. Но она так растет. Голубика очень осторожно. Она болеет. Видите? Вот. Что-то с ней. Прямо она очень-очень такая осторожная. И я сажал 10 кустов. А выжила раз, два, три, четыре, пять. Пять кустиков. Ну, шесть от силы. Может быть, семь даже. А это впереди ежевика. А это Марсик. Марсик, уйди. Марсик. Иди сюда. Иди ж ты. Ух ты ж. Марсик, не ходи туда. И так, бедненько. Голубичка. Уйди. Что тебе, ящериц? Мало что ли? Иди в другое место. Иди. Хорошо, за жопу его оттаскивай. Пошли. Пошли, сказал. Надо уйти, и он за мной. Иди сюда. Иди, Марсик. Марсик. О, а вот и одуванчики, гляньте. Вот они. Иди. На. На, вот тебе. На. На, на, на. Не купился. Видели? Дунул. Все, я выхожу. Вот мы сделали экскурсию. Это средняя часть. Так скажем, начальная средняя часть. А дальше уже у нас здесь вот вторая половина на больше. Здесь уже больше деревьев. Вот эта часть, в основном здесь одни кустарники. Обратите внимание. Здесь деревья только декоративные. Это вот клены по дорожке и все. А здесь уже начинаются плодовые деревья. Вот уже, видите, груша вон цветет. Одна, вторая. И дальше. Но я заканчиваю третий ролик, получается. Так, нет, подождите. Раз, два. Да. Это третий ролик, посвященный обзору сада. Просто я решил землян познакомить с садом. Показать. Пока историю сада я не рассказываю, потому что это отдельная история. А это просто обзор. А если будет интересно, я могу снять видео, где расскажу о саде, как он создавался, как он получился. Напишите, если интересно, история сада, возникновения, как он образовался. Я сниму видео по возможности и расскажу, как этот мост появился, как водоем образовался, как этот вот огородик, как эта дорожка, вот откуда она взялась. И сколько она длиною. А пока я перехожу на третью часть сада. Арсенчик, ну что, пойдем? Готов? Все, пошли мы в третью часть. Продолжение следует...